У нас в Питере тут, между прочим, продолжается суд над Соколовым Наполеоном-расчленителем. По-моему, он уже завершается. И вы знаете, Соколов, Наполеон, тоже всеми ужасно недоволен. Его бесят опера, ему не нравятся прокуроры, конвойные не такие, как надо, они, понимаешь ли, без киверов и не в тех мундирах. От него уже и прокурор схлопотал на процессе, и не за что-нибудь, а за неуважение к Путину. И на этом же, да, совершенно верно, и на этом же процессе Соколов, который, оказывается, великий скрипоносец, он тряс благодарственными грамотами от Путина и вообще, по-моему, намекал всеми силами, что вот у него здесь есть местечко, и как раз вот здесь не хватает медали за заслуги перед Отечеством. Потому что, ну так ничего особенного, он разводил обычное вранье и конспирологию, звал к корням всех присутствующих, и совершенно справедливо связал судьбу реконструкторства в России со своей персоной. И это, конечно, правда, вот это правда, потому что это непосредственно его детище, это я подтверждаю как современник, как в том числе и его знакомый очевидец. Это он породил эти полки мальчиков в нержавейке, и все вот это вот движение обклеенных пробками, кефирными пробками героев далекого прошлого, оно точно так же истерично, визгливо и пафсно, как его автор и основатель. Вообще здорово придумали, потому что, Оля, вот нет ничего легче, чем стать героем войны, которая закончилась 500 лет тому назад. Одно удовольствие. Вообще вот в ремесле лесозаготовок полное возвращение к корням, которые являются сутью реконструкторского движения, вообще обозначается словом пенек и никаким другим. И вот мне было всегда непонятно, а почему вот эти все пеньки, они останавливаются где-то там на линии варягов, рюриков или римских легионов. Если им так дороги предки, то надо идти дальше, надо идти глубже к корням, почему никто не играет в пятикантропов, промискуитет, в людоедство, в падальщичество. Можно было бы предложить, кстати говоря, им еще серьезную форму реконструкции. Очень интересно. Можно играть в трилобитов, приделывать панцири. Мне кажется, вы могли бы повести за собой людей и объяснить им, как граждане лобитов. Всем бы понравилось. Да, 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 они переделывали бы такие расчлененные различные панцири, и в них, в этих панцирях, в сегментированных, ползели бы где-нибудь по дну какого-нибудь карьера. Это была бы настоящая реконструкция. И тут Соколов, кстати говоря, прав. Он человек только с такими наклонностями мог создать реконструкторское движение. Вообще, вот все маньяки, обратите внимание, они как на подбор, они все скрипоносцы. Посмотри, у Пивоварова потрясающий материал про ангарского маньяка. Убийцу 80 дам, и как он строго скрипоносил при этом, кому жить, а кому не жить. Вот благонравные, набожные в юбках, что, понимаешь, ниже колена. Они пусть поживут, я их довезу. А вот он сказал, что он рад, что заставил задуматься о своем поведении сотни вертихвосток в России. То есть, тоже у нас, и по-моему, тоже, кстати говоря, Оля, у меня ощущение, что он был разочарован, что ему не дали медаль за заслуги перед Отечеством. Ну, по-моему, ему дали два пожизненных или что-то в этом роде. Ну, это, в принципе, почти компенсирует, но все-таки не вполне. И мы видим, да, вообще, что вот эта вот конспирология, тайны, духовность, оно как-то очень основательно захватывает. Вот сейчас в Египте вскрыли, по-моему, нашли 37 или 47 саркофагов, и тут же публика кинулась на колени перед археологами, прося не вскрывать, потому что 2020 год и так был страшен, но они, оказывается, все до сих пор боятся египетских проклятий. Они очень любят искать тайные знамения, ужасы. Причем понятно, что они очень любят еще, там, не знаю, вот у них есть любимая тема, это предсказание айфонских старцев, при том, что они упорно употребляют это выражение айфонские старцы, те самые, которые предрекают великое будущее России. Но причем понятно, что кто-то должен, не все же ушли в враги G5, остались же нормальные конспирологи, которых насиловали инопланетяне, которые вот на традиционно конспирологическом фронте всегда воевали, там всякие гомеопаты, антигомошники, йоги, психотерапевты. Слушайте, а вам не кажется, что их очень много, вот этих людей? На каждой, простите, ветке в соцсетях сидит десяток про 5G, про фараонов, про все на свете. Да, но у нас вообще очень много любителей таинственного.